Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире рубрика «Спортивное обозрение». 8 ноября в Поворовке прошли областные соревнования по спортивной аэробике. Их участники боролись за право выступать в дальнейшем на всероссийских турнирах. В соревновании открыл первый вице-президент Всероссийской Федерации спортивной аэробики Александр Жаров. А первый помощник главы Солнечногорского района Алексей Горбачев в свою очередь пообещал, что будет сделано все возможное, чтобы в течение следующего года у наших аэробистов появилась большая и хорошая тренировочная база. В Поворовку приехали спортсмены, прошедшие отбор в своих городах на районных соревнованиях. Мы отбирались на Солнечногорском районе. У нас сформировалась команда. Которая выступает сейчас здесь на Кубке Московской области. Очень сильные спортсмены. Приехало много городов. Дмитров, Домодедово, Химки, Солнечногорск. Судьи все с разных городов присутствуют в действии, оценивают в день. Основной старт за весь год в Московской области, потому что идет отбор на первенстве в Московской области чемпионате. Здесь выступали сильнейшие спортсмены Московской области. Оценивается у нас артистичность программы, оценивается исполнение программы и сложность программы. То есть это элементы. Все спортсмены очень серьезно готовились к этим соревнованиям. У нас очень были упорные тренировки. После каждых прогонов мы делали по 100 пресс, по 100 отжиманий. И мы очень сильно уставали. Мы аж падали с ног, потому что мы, не знаю, что сказать, очень сильно уставали. И тренировки практически были каждый день. Несмотря на острое соперничество, отношения между спортсменами были очень доброжелательными. Все поддерживали друг друга. Впереди арабистов ждут всероссийские соревнования «Жемчужина Подмосковья», которые пройдут с 22 по 23 ноября. 9 ноября в Зеленограде прошел открытый всероссийский турнир по фехтованию на призы НПО «Стеклопластик». Мы уже приезжали на подобные соревнования весной. Что изменилось с тех пор, узнаете из нашего сюжета. Соревнования на призы НПО «Стеклопластик» проводятся уже третий год подряд. По сравнению с весенним первенством теперь заявки на участие подали в полтора раза больше фехтовальщиков. В Зеленоград приехали спортсмены из Московской области, а также Ярославля. Гораздо больше спортсменов приехало. Мы, так сказать, уже славу имеем наше соревнование. Я думаю, что они будут расширяться и расширяться. В дальнейшем мы думаем сделать их международными. Командные соревнования будут, личные командные и международные соревнования. В фехтовальных дуэлях важна не только быстрота и ловкость, но и тактика ведения поединка. Мой тренер – это Александр Георгиевич, он мировой студия, и он научил меня идти в атаку и делать прием батман с переводом или батман с двумя переводами. То есть никогда просто прямо пытаться не колоть. Ребята внимательно следят за выступлениями звезд мирового фехтования и по возможности берут с них пример. Ну, например, в Бальдине итальянский фехтовальщик очень хорошо фехтует. Есть еще Кассара, есть из девушек – это Эрига и Вязали. Вязали – это вот такого роста девушка, она побеждает всех. Она вроде четырехкратная олимпийская чемпионка, ее до сих пор пока не может никто победить. В качестве почетных гостей на первенстве присутствовали знаменитые фехтовальщики – чемпионы самых престижных турниров. Турнир расширяется. Это очень хорошо, поскольку дети, все больше детей приходят на фехтование, то есть идет популяризация фехтования, в частности, в Московской области. Это радует. Все участники турнира остались довольны его организацией. И в этом большая заслуга спонсора соревнований – НПО «Стеклопластик». Стараемся популяризировать этот вид спорта конкретно в нашей маленьком поселке Андреевка. Ну и, естественно, претендуем и на развитие этого вида спорта в Солнечногорском районе. Екатерина Фокичева, Дмитрий Маракасов, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. 2 ноября в Токио прошел 40-й чемпионат мира по Чанбори. Трое наших спортсменов из Луньёва привезли домой две золотые, одну серебряную медали в личных поединках, а также серебряную награду в командном зачете. Японское фехтование или Чанбора – очень популярный вид спорта в Луньёвском поселении. Изначально Чанбора была создана в стране восходящего солнца на основе самурайского поединка. Бои проходят в режиме полного контакта на нетравматичных имитациях холодного оружия – надувных мячах. Луньёвские спортсмены ежегодно выезжают в Токио на чемпионаты мира, чтобы сразиться с сильнейшими мастерами планеты. В этом году это был 40-й чемпионат мира. Мы участвуем с 2006 года. Получается у нас 9-й чемпионат мира, в котором участвуют именно ребята из Луньёва. Представители Солнечногорского района очень успешно выступают на этих престижных соревнованиях, постоянно занимая призовые места. В этом году сразу трое участников вернулись из Токио с медалями в личном зачете. Это Ксения Лептак – золото, Владимир Поморцев – золото и Максимилиан Маншин – серебро. Соревнования прошли замечательно. Массу удовольствия получили. Подготовка была достаточно тяжёлой, потому что японцы, как вы верно заметили, родоначальники и очень сильные спортсмены. Похвастаться, конечно, не могу успехами в этом году. Он был немножко хуже, чем предыдущий. Но зато в этом году очень много опыта, потому что японцы каждый год, каждый чемпионат мира вводят что-то новое. Первый раз поехала в Японию, и первые мои большие соревнования были очень волнительные. Победила изначально францужник, а в дальнейшем, чтобы взять первое место, я сражалась с японкой. В командном зачете наши ребята заняли второе место, уступив только хозяевам соревнований. Екатерина Фокичева, Дмитрий Кириллов, Владимир Киселёв, Солнечногорское телевидение, спортивное обозрение. А теперь наш анонс. 15 ноября проютренные соревнования по армспорту в Доме культуры «Геофизик» в Поворовке. Начало 12 часов. Это все новости спорта на сегодня. И не забывайте, что спорт – это единственное зрелище, финал которого никогда не известен. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова